ну что дорогие мои всем привет это макс решил сегодня рассказать про свою книгу и зачем ждать пока про нее расскажу другие люди если есть возможность рассказать самому автором сегодня будем говорить про мою первую книгу это борьба за внимание похож хочу рассказать про книгу зачем вам ее покупать вообще что там в ней рассказывается да и вот в общем про все вот это вот сейчас хочу вам рассказать поведать сначала хочу поблагодарить тех кто уже купил мою книгу там уже почти 100 человек ее приобрели вот удачного вам чтения причем у меня есть два тарифа вот один тариф с автографом вот соответственно кто хочет тоже автограф с автографом и книгу приобрести будет ссылка в описании на сайт где можно это сделать вот соответственно я лично все подписываю каждую книгу и отправляю вам плюс к этому те кто берет с автографом будут еще доступы к бонусам там доступ к базовому курсу по маркетингу и другие ништяки бонусы от меня лично и так про что же эта книга ну начнем с того что книгу я собирался написать уже там последние пять лет все никак не мог дойти до этого но прошлый год для меня был таким знаете рубиконом да вот судьбоносным потому что в прошлом году у меня случилось все что можно было все что могло не могло случиться я попал в больницу из-за коронавируса две недели пролежал в больнице вот с поражением легких 20 процентов и с жуткой реакции на антибиотики потом значит месяц спустя под новый год меня кладут на срочную операцию вырезать камни из протока потом еще одна операция по удалению желчного пузыря а вот значит причем это все две операции в один день два наркоза параллельно с этим у меня проиграл суд с клиентом на 3 миллиона рублей вот значит потом еще взять кредит на ремонт квартиры на три ляма потом значит задержки по работе с клиентами мое рекламное агентство но развалилась команда от меня ушла я остался один в общем вот такая жопа меня приключилась в прошлом году вот помимо этого у меня девушка уже жена не могла объехать из украины в россию она нас пожаловался прораб то что соответственно он делал ремонт папа с ним мой поругался вот и он пожаловался в архитектурное бюро что мы соединили балкон и жилую площадь в общем все что можно все что могло произойти произошло в общем полная жопа и как бы вот на фоне всего вот этого я естественно потолстел на 20 кило подорвал здоровье очень жестко вот и лежа в больнице да вот я просто ну начал думать о том что как бы надо что-то уже менять на вот и на фоне вот этого всего что приключилось я просто но спросил себя что я хотел бы успеть сделать до смерти потому что по сути я чуть ли не умер вот и я понял что я должен написать книгу я должен снять фильм о своей истории у меня действительно интересная история жизни там ей музыкой занимался там и рекламы и вообще инженер геофизик по образованию родители у меня актеры театра кино в общем жизнь действительно интересная со многими личностями поработал да там и в 30 странах побывал вот сейчас как раз снимают уже фильм про себя ну не про себя даже про историю мечты так скажем на почему нужно идти за мечтой своей вот так же написать второй альбом музыкальный да то есть выпустить песни которые я не успел выпустить пушья на 5 лет вообще забросил музыку не занимался и хотя с 14 лет музыкой активно занимался до этого вот в общем такие планы у меня были я их себе расписал и если начал воплощать и одним из этих воплощений как раз вот послужил в эта книга многие у меня спрашивают о чем эта книга эта книга про знаете она как бы вроде про маркетинг пусть я же маркетолог и написано на маркетологом но она не про маркетинг вообще потому что ну как вы знаете я занимаюсь обучением да то есть я там обучаю там консультирую бизнес и маркетологов фрилансеров и опять же если вы на меня подписаны в инстаграме вы знаете что я долгое время изучаю психологию вот мне это очень нравится мне куча книг по психологии общем я действительно этом во всем углубляюсь так сказать в этого все вот и я понял четко одну штуку да которую применил на себе когда пытался выйти на миллион рублей в месяц дохода и применяю на своих учениках я понял что есть hard skills и soft skills и да то есть мягкие твердые навыки есть как бы прикладные до ваши там умения есть соответственно ну работа с психологией да с башкой вашей вот ваша башка это 90 процентов результата то есть если вы что-то не можете достигнуть это только ваша голова ваша психология то есть все вот эти мотивационные коучи а-ля тони роббинс так далее они действительно правы в силу того что я три года сам ездил на эти тренинги вот и я действительно вижу что это работает и как бы в этой книге вот я описал путь трансформации своей личности вот себя как специалиста да потому что ну здесь я описываю действительно вот путь самого начала вот сначала того как я там начал работать и сам менеджером за 37 тысяч рублей в месяц до соответственно вот недавних событий когда я там вышел условно из жопы да и вышел на нормальные доходы и там естественно есть информации про бизнес лайфхаки инсайты про маркетинг в том числе но она больше про трансформацию вас как личности как человека потому что ну я эту книгу писал для вас прежде всего да то есть это как бы такая знаете одушина это как будто то что у меня накопилось будут весь опыт всем вот эти вот переживания эссенции упражнений да там каких-то инструментов это все я сюда вот поместил книга получилось порядка 300 страниц там много глав вот здесь есть разные графики да там иллюстрации рисунки и упражнения что самое важно то есть после каждой головы я даю конкретные упражнения то есть что вам нужно сделать сейчас до чтобы соответственно вот что-то поменять в своем бизнесе в своей жизни в себе там позиционирование и так далее какой результат вы получите от чтения данной книги если вы маркетолог то как минимум вы поймете как вам больше зарабатывать вы начнете себя больше ценить у вас увеличится средний чек вы поймете как продавать свои услуги дорого и как работать с интересными крупными проектами потому что я действительно об этом знаю я сам работал работал и работаю с интересными крупными проектами ну если вы про меня не знаете среди моих кейсов это тони роббинс два года как я уже сказал ездил по всему миру его мероприятия прибегал там сингапуре лондоне майами в австралии в нью-йорке амстердаме так далее также занимался продвижение его семинара в москве в олимпийском 28 тысяч человек это книга рекордов гиннеса также работа с экротом то ли спритаджи с аязом шабудину среди слава гандапасом с екатерина уколовой с артистами black stars михаилом калмаковым с полины большаковой еще с кучей других известных личностей спикеров также компании в т.б. мтс люра мерлен свет диванов мастер сьют сколково и так далее вот так же я являюсь спикером да вот меня активно приглашают выступать тоже сколково синергия мой бизнес российский союз молодежи кто там еще ну короче вот все основные образовательные площадки более 50 городов я за последний год посетил свои своими выступлениями да вот в общем все вот это вот это вот эссенция вся эссенция моего опыта на вот здесь да то есть это не только про soft skills да вот спрашиваю да то есть типа вот как психология да нет это сочетание психологии и практических навыков да то есть это вот такая вот золотая середина между вот навыками и тем как это все внедрять использовать то есть тут вы можете найти информацию про то как продвинуть свой бизнес да то есть я вот про маркетологов сказал то если вы бизнесмен предприниматель зачем вам эта книга потому что она вам объяснить как вам ваш продукт донести до масс да там вот например есть голова очень интересно про адекватность да вот там я описываю о том что вам нужно определить уровень вашей осознанности вашего клиента то есть вам нужно определить на каком уровне сознание хоть ваш клиент и соответствии с этим вам нужно создать вашу услугу на также здесь есть это глава про архетипы да после их очень люблю изучаю мне кажется я один из первых начал все это изучать внедрять маркетинге я это все делать начал уже года три назад вот здесь описывают естественно вот все виды архетипа по юнгу да там применение их в разных компаниях как это можно применять в бренде в личном бренде так далее вот что здесь еще интересного ну основные концепции тоже я здесь обозначил то есть там моделька но объяснил да что такое как с атрибутами работать про карту пути клиента сказал вот кстати вот он принцип адекватности это предложение на то есть по пирамиде маслоу вот здесь вот описывается то что есть разный уровень сознания клиентов и ваша услуга должна соответствовать этому уровню восприятия да также про скрытую мотивацию рассказал да у часто ее раз эту информацию рассказываю на себя на курсах на конференциях тоже том числе вот и что самое интересное да вот помимо еще раз говорю маркетинг каких-то упражнений инструментов я здесь еще даю прикладные упражнения про то как вам выйти на высокие доходы если вы фрилансер неважно там был маркетолог или не маркетолог вы работаете удаленно вот здесь есть упражнение по графику заработка да то есть вот здесь вот смотрите вот я описываю да что ваш уровень заработка то есть от чего он зависит как вам больше зарабатывать на собственном примере показываю да что заработок он не ступенчатый то есть не 10 20 30 40 50 тысяч зарабатываете да а 10 30 50 70 100 150 300 500 700 миллион 3 миллиона 5 10 почему так почему мы не ступенчато идем а логарифмический график да у нас заработки вот это тоже я все описываю то есть вот здесь вот график моего замка перевожу да я объясняю почему так да то есть я прям привожу объяснение я проводил анализ на пусть я анализировал причем не только свою ситуацию но и ситуацию своих сотен учеников прощение ко мне ловится пока можете задать вопросы если есть кто курьер соседям ломится а мне звонит так если вопросы касательно того что сейчас вот вам объясняю да про книгу так посмотрю вот пишут обязательно куплю покупайте я действительно рекомендую или сильно рекомендую можете задать вопрос а дальше продолжу да почему еще нужно купить эту книгу да потому что я очень много книг читал по маркетингу и знаете что я заметил что в книгах по маркетингу встречается такая штука как вот я назвал знаете эффект человеческой многоножки когда вот человек что-то съел да пусть в плане информации дал потребил выстрел дальше этот человек съел его какашки вот по одноменному фильму человеческая многоножка если не смотрели там вот три части есть удивительный фильм замечательный вот естественно это все по цепочке передается как говно да вот я старался такого не делать здесь да то есть я старался именно то что я сам применяю то что вот я вот у меня в жизни сработало и то что я вот аккумулировал да вот от разных источников и это сублимировал выдал как бы через свою призму понимание то есть я не копировал то есть я не просто нас там где-то что-то взял прочитал сунул и дал вам это конкретно то что я сам применял сам использовал да то есть это вот сублимация моего опыта это первое чем чем отличается эта книга других книг вторая второе чем отличается многие из за не буду называть имен многие из тех кто пишут сейчас книги они пишут знаете вот они теоретики друзья мои да то есть вот много ребят которые делятся типа там опытом своим да на самом деле у них за плечами хера нету да вот ну а у меня за плечами 10 лет опыта то есть ну опять же не буду повторять с кем я там работал какие мне кейсы и так далее но это действительно реальный опыт да вот и я не просто вам рассказывать типа вот нужно сделать вот так а я на основе опыта вам объясняю почему нужно сделать вот так как я это применял опять же да то есть как мне это сработало и не сработало то есть если вам кто-то говорит например нужно сделать вот так да вопрос а он это вообще применял он просто это скопировал где-то прочитал или он это вот ну проверил условно в жизни я это все проверил то есть это опять же на основе моих кейсов опыта реальных кейсов то есть не опять же не где-то я где-то скопировал прочитал да там но это это реально моя жизнь да пусть как это в жизни реализоваться тем более в россии Потому что одно дело прочитать какую-то информацию про зарубежные рынки, когда Киосаки советуют дать что-нибудь, либо Огил или другое дело, как это в России променяется. И третье, что самое важное, я объясняю, как с этим всем работать. Ну окей, вы там классный пиздатый специалист, а как себя продать, как на этом деньги зарабатывать. Вот это самое важное, что я объясняю. Потому что я сам через все это проходил от маленьких чеков, от того, что меня не уважали, не ценили, не замечали. Именно поэтому называется книга «Борьба за внимание». Один из смыслов этого, что я боролся за внимание, себя как специалист, чтобы меня заметили. Я уверен, что у вас такая же проблема, что не важно, чем вы занимаетесь, вы фрилансер, маркетолог, предприниматель, вы боретесь за внимание людей. Потому что сейчас самое важное, это завоевать доверие, внимание окружения людей. Потому что миллионы источников информации борются за внимание людей сейчас. Именно поэтому называется «Борьба за внимание». Я объясняю, как я боролся за внимание, как я двигался, как я из фрилансера стал партнером маркетингового агентства. Потом, как я работал со зарплатой 700 тысяч рублей в месяц. Потом, как я ушел в консалтинг. Вот это все я объясняю. Я объясняю именно с точки зрения логики жизни и опыта, почему я вот так решил поменять свое амплуа, уйти в эту сферу, либо в другую. То есть, еще раз говорю, это мой опыт. Это не какая-то красивая картинка, это реальный опыт человека, который через все это прошел. И что самое было мне приятное, что я попросил своих знакомых, кого я уважаю, написать аннотации к этой книге. Если вы знаете этих людей, круто. Кто написал аннотации к моей книге? Вот, пожалуйста, Роман Масленников, супер пиарщик в Сия Руси. Никита Прохоров, со-основатель компании Sidorin Lab, который занимается репутацией в сети. Дмитрий Чавычалов, это основатель онлайн-университета Интера. То есть, 30 миллионов оборотов в месяц у них. Это мой бывший партнер по рекламному агентству был. Мы с ним сначала рекламное агентство делали. Ян Сташкевич, самый пиздатый креатор в Белоруссии и России, наверное, уже. Валерий Морозов, супер крутой чувак, специалист, эксперт. Валерий Морозов, да, повторю, супер эксперт по продающим вебинарам. Работал с кучей известных спикеров, коучей. Тимур Кадыров, мы с ним лично познакомились, когда я был в Уфе, с выступлением на конференции. Да, у меня даже есть вот отдельное с ним интервью, можете на ютюбе посмотреть, вбить Макс Белоусов и Тимур Кадыров. Кто здесь еще? Основатели, организаторы конференции, на которых я часто выступал, это Илья Гончаренко и Владимир Рустамов. Илья Гончаренко недавно сделал инстадиум на несколько тысяч человек в Москве. Возможно, даже вы были на этом мероприятии. И мои ученики, да, то есть мои студенты тоже написали аннотацию. То есть я им до выпуска книги, я им выслал почитать эти книги, они вот тоже написали свое мнение. Также мой коуч сейчас, Александр Петров, очень крутой мужик, тоже написал свою аннотацию. И мой партнер по бизнесу Меллиор, я еще занимался оффлайн бизнесом, это автомобильный парфюм, Владимир Харитонов тоже написал, естественно, свой отзыв на данную книгу. Давайте пройдемся по главам, да, то есть какие главы в книге есть, то есть о чем вообще я там рассказываю. Давайте посмотрим, значит, вообще я признаюсь, да, это не, знаете, это не для красивого слабца, это не для рекламы, это действительно было так, вот когда я подписывал книги для тех, кто купил ее, да, вот тут спрашивали, как купить, есть сайт. Сайт у меня есть в шапке профиля, в сторис я часто отмечаю, ну или может мне в директ написать, я вам скину ссылочку. Так вот, когда я подписывал книги, я взял с собой 50 штук, да, ну чтобы там родственникам подарить, да, там друзьям, знакомым, вот, и я начал сам перечитывать свою книгу. И вы знаете, я кайфанул, потому что вот я вот начал, сел читать, я даже не заметил, как прошло время, я прочитал уже 70 страниц. Я дал своей девушке почитать, но уже не уже, вот, она уже на 52 странице, она только начала читать, то есть настолько книга легко читается, то есть она действительно написана вот простым, понятным, доступным языком, и что самое интересное, она вовлекает, да, вот, поэтому действительно вот, она не написана сухо, она написана легко, живо, с примерами, да, вот, с моим, так сказать, таким своеобразным юмором, да, но вот это все там есть. Первая глава, значит, определяем исходную точку, да, то есть здесь я описываю про то, ну, вообще, здесь я рассказываю про свою семью, да, и про свою жизнь, то есть как вообще Макс Беллусс родился и зачем он пригодился. И описываю упражнение, как определить точку А и почему нужно вообще что-то менять в своей жизни, да, то есть неважно, опять же, вы там маркетолог, предприниматель, фрилансер, вот, определяем точку А. Дальше, глава 2, расчищаем мысли, там я описываю методики работы с головой, с паттернами поведения, с модальностями, с ограничивающими убеждениями, объясняю, что такое контекст менеджмент, то есть контекстуальное мышление, да, вот, это я как раз узнал от своего коуча. Дальше, третья глава, ставим цель, там я объясняю, как правильно ставить цели, в чем отличие стратегического подхода от тактического подхода, объясняю, зачем нужна миссия предназначения, и объясняю, что цель в отрыве от миссии предназначения бессмысленна, именно поэтому многие не достигают своих целей, потому что она в отрыве от миссии, ну, и так далее. И опять же, упражнение каждой главы, в конце каждой главы, дальше, глава 4, подбираем инструменты, там я как раз таки описываю конкретные инструменты достижения вашей цели. Глава 5, мотивация, да, идем вперед называется, там я описываю про то, как работать со своим состоянием, потому что одно из важнейших инструментов достижения вашей цели, это именно состояние, потому что если вы будете с недовольным, извините за руку, ебалом делать то, что вы хотите достичь, вы никогда не дойдете до конца, да, ну, не реализуете то, что хотели. Поэтому там я определяю конкретные инструменты по работе со своим состоянием, в том числе и делюсь теми инструментами, которые я узнал от мировых коучей, в том числе и Тони Роббинса. Причем Тони Роббинс это не то мероприятие в Москве, да, вот я еще раз говорю, повторюсь, два года ездил по всему миру, вот, и был на его самых дорогих программах стоимостью 5-10 тысяч долларов. Вот, оттуда я информацию тоже черпаю и вам делюсь с вами. И шестая глава, подходим к цели. Там я объясняю, как масштабироваться, как закреплять результат, как выходить на новый уровень, про команду, про делегирование, про работу с клиентом, про продажи и так далее. И последняя глава, такая бонусная, про любовь, про мои отношения, про семью, да, то есть, вот, я боролся тоже за отношения свои, там я это все тоже описываю. Получается, что мы прошли с вами, по сути, по всему кругу баланса, да, то есть, вот, сфера баланса человека, это духовность, карьера, хобби, здоровье и так далее. Там все это есть, даже про здоровье там написал, да, то есть, как я вообще, там, значит, занимался боксом, как я привычки все эти по питанию, там, внедрял там в свою жизнь, и так далее, потому что, вот, если вы не знали, я, например, 5 лет был сыроедом, то есть, с 18 по 23 года я был строгим вегетарианцем, тоже здесь описывает этот опыт. В общем, вот такая крутая книга, да, разноплановая, такая же, как и я, то есть, я не люблю, знаете, вот, если я маркетолог, только вот про маркетинг писать. Я люблю, в общем, да, вот, со всех сторон, со всех разных углов все это рассматривать. Поэтому, если вы хотите давно выйти на новый уровень осознанности, там, своей жизни, карьеры, бизнеса и заработка, вот, эта книга для вас, да, вот, она для всех тех людей, которые разделяют мои жизненные ценности, приоритеты. Если вы на меня подписаны, если вам нравятся мои мысли, если вы только сегодня обо мне узнали, я вас чем-то зацепил, обязательно купите эту книгу, она может поменять вашу жизнь. Вот, спасибо вам за внимание, спасибо вам за комментарии, там, вот, ребята писали, что они уже купили, уже читают, вот, мне очень приятно, до кого-то уже книга сегодня дошла, я видел. Вот, пишет Настя, я по этому книгу купила, потому что твой материал, это всегда авторская история, спасибо, очень приятно. Как купить книгу, еще раз, ссылочка на сайт есть, да, вот, ссылка на сайт есть в шапке профиля моего инстаграма, можете менять. Мне написать директ, в общем, если не нашли ссылку, пишите мне в личку. Все, спасибо вам, друзья, еще раз говорю, книга «Борьба за внимание» называется, да, пока что она в ограниченном тираже, вы пока ее нигде не найдете в книжных магазинах, только у меня можно пока что купить, да, вот, чуть позже я буду договариваться с издательствами, там, с литресом и так далее, но сейчас можно купить ее только у меня. Вот, и у меня есть тариф с автографом, я лично подписываю книгу, заряжаю ее на успех для вас, вот. В общем, вот такая вот книга у меня получилась, она у меня первая, вот, скоро, кстати, выйдет вторая, я параллельно с этой книгой писал еще совместно с Киром Улановым, книгу там сугубо про маркетинг больше будет, да, здесь вот больше моего опыта жизненного, а там, соответственно, про маркетинг больше будет. И я уже начал писать третью книгу про консалтинг и про стратегический маркетинг, вот, но первая моя книга, там моя душа, тут я вложил свою душу, свою историю, вот, и она более такая человечная получилась. В общем, друзья мои, заказывайте, буду рад, вот, делайте заказ, так же, как и 100 человек до вас это сделало, все довольны, до всех книга доходит, вот. С вами был Макс, пока!